Добрый день, друзья! Большое удовольствие во время нашего путешествия по зимней Карелии взять, да и оказаться в тёплой юрте. Да ещё и у печки погреться, у очага. Посмотрите, как здесь уютно и красиво. На стенах развешаны такие традиционные одежды жителей севера. Во всём этом можно пофотографироваться. Тут можно выпить чайку-кофейку, ну или согреться у настоящего огня. И нахожусь я не где-нибудь, а буквально в нескольких километрах от Сартовала, в питомнике, который называется Белая Руна. И покажу вам сейчас главных героев этого питомника, которых можно не просто увидеть, но и погладить, друзья. Поэтому сюда приехать точно как-нибудь стоит. Как бы ни было тепло и здорово здесь в юрте, но я всё-таки выхожу. И, друзья, оказываюсь вот в этой вот белой сказке. Питомник Белая Руна вы не проедете. Если едете из Сартовала в сторону того самого горного парка Рускеала, то в скором времени прямо на трассе появится указатель с надписью Хаски. И сразу будет понятно, что вам нужно бросить все дела и сюда свернуть. Ну, раз мы с вами на севере, друзья, то, конечно, в нашем питомнике Хаски обязан я вам показать и северных оленей, которые тут тоже есть, которые как раз здешнему пейзажу подходят как нельзя лучше. Ну, какие не самые веселые, но очень северные олени. Смотрите, какие вообще здесь в округе лесополя. Как много снега. Настоящая зимняя сказка Карелии в этом году. И когда вы приезжаете пообщаться с живой природой, то очень важно всё не только увидеть, но и как-то так потискать. Ну, а что касается собак, то вот они здесь. На них здесь можно покататься, покататься на собачьих упряжках. Но самое главное и самое приятное, что их можно погладить. Дакота, дорогая, привет! Привет! Вот эту красавицу зовут Дакота. Посмотрите, какое красивое создание, с какими красивыми глазами разноцветными. Вот я не знаю, видно ли вам. Дакоточка, посмотри на меня, посмотри, красавица. Вот, это же вообще! Они такие ласковые, они такие приятные, они такие чудесные, да? Они вроде бы должны быть, ну, такими недотрогами, да? Потому что всё-таки собаки серьёзные, собаки северные, собаки, которые обожают бегать. Да, бегать любишь? Любишь бегать? Ну, говорит, любит. А вот так в общении, это совершенно потрясающе. Сюда приехать с детьми одно удовольствие. Дакоточка, дорогая, ой, красавица такая. Есть причём те, которым особо лучше не подходить, что, мол, ваши варежки или шапки, они могут забрать себе, поиграть. Вот не знаю, какая-то опса зовут, но очень красивый. Привет, дорогой, привет. Привет, посмотрите, какие глаза. Опа, понравилась ему моя камера. А вот этот совсем ещё молоденький такой. Ой, тоже красавец, смотри. И хвостом. Ой, привет, 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 дорогой, привет. Они абсолютно ласковые, абсолютно... Тут такие ручные, здесь очень безопасно просто походить с детьми. Ой, ты такой, ты такой, мордёха красивая. Приехать сюда можно на пару часов просто их потискать, а можно и покататься на собачьих упряжках. Мне кажется, что им здесь очень как-то, знаете, ну, хорошо живётся. Собаки счастливые, по ним это видно. И очень ласковые. Вот городским детям, которые с живой природой-то общаются не так часто, как хотелось бы, вот такие места просто показаны. Может, и дети поспокойнее будут и посговорчивее. Вряд ли, конечно, но хотя бы так, надежда. Вот такие красавцы ждут здесь вашей любви и ласки. Привет. Привет, красавец. Очень много здесь туристов с детьми, которые приезжают, ну, просто показать таких собак детям. Ну, и, конечно, самое-то главное происходит вот здесь, вот на этой большой поляне. Тут тоже ещё есть несколько вольеров, там есть и еноты, и белки вон там резвят, спрыгают. Но самое главное здесь, здесь собаки дают волю всем своим инстинктам и катают всех желающих на собачьей упряжке. Причём, когда они только-только готовятся стартовать, то у собак такое оживление, потому что бег это их вообще всё. Собака не просто друг человека, а частенько, ну, просто существо, от которого зависит человеческая жизнь. Так всегда было, например, на севере. Все вот эти вот красавцы, привет, 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 красавец, привет, умничка, умничка. Вот эти красавцы с красивыми глазами, с красивыми носами, они всегда человека возили. Возили по лесу, возили по снегу. Поэтому, когда очередная упряжка стартует, у них у всех оживление, они пищат, визжат. То есть сейчас они вот так вот спокойно, видите, здесь дожидаются в своей очереди. А так все хотят. Ну, не то чтобы в бой, но, скажем так, в путь. Так, тебя беспокоить не будем, отдыхаешь, да? Хорошо. Здесь видите, как здорово они прямо под этими еловыми ветками смотрятся. Вот, например, красавец Харльд. Привет, Харльд. Привет, дорогой, привет. А вот там у нас Тито. А вот тут еще Веста. Здорово, что у них над будками как раз их имена. Ой, ты. Такие они тут, конечно, забавные. А еще, вон, слышите, может быть, гусиный такой крик. Ой, ты красавец такой сел, чтобы я тебя пофотографировал. Да, поснимал, чтобы тебе тоже досталось внимание. Ох ты, умница такая. Можно тебя погладить, да? Красавчик такой. Такой. Носопыры вот эти вот розовые у них, это, конечно, что-то. Ай, это здорово. Тут по-настоящему, знаете, какое-то... Ну, вот единение с этими самыми братьями нашими. Совершенно не меньшими, а самыми, что есть, настоящими. Ощущающие. И это просто большое удовольствие. Погладить этих ребят здесь. Потискать, потискать вот этих красавцев. Да, ближайшие родственники волков эти самые хаски. Разноглазые и очень красивые. С теплой, толстой шерстью. С теплой, толстой шерстью. Вот такое, друзья, чудное место. Есть здесь просто указатель с трассы и белая руна, да, питомник хаски, где вы можете оказаться. И зимой здесь тоже здорово. Потискать этих чудных собак, пообщаться с ними, пофотографироваться, а может быть и прокатиться на собачьей упряжке. Приезжайте.